Брайттаун, деловый район. Еще один день, еще одна кража данных. И это все, где ты вообще берешь эти задания? Слишком гламурно на твой вкус? Ха-ха, очень смешно. Это не ты роешься в серверах корпоратов, чтобы отыскать какую-то тупую информацию для тупого шантажа. Нам нужно как-то оплачивать счета, партнер. Погоди, это головорез Моноразума. Серьезный райдер? Неудивительно, что хорошо платят. Это же крысиное гнездо корпоратов. Я этого не знал. Убирайся туда живо. Пора сворачиваться. Чего? Да ни за что. Ты сам сказал, нам нужно оплачивать счета. А ты сказала, что это гребанное крысиное гнездо. Не выделывайся. Но мы не можем позволить себе связываться с корпоратами. Помнишь, что случилось в прошлый раз? Да это было, фиг пойми, сколько месяцев назад. Мы абсолютно точно прокачались с их времен. Это было на прошлой неделе. Эй, ты что тут делаешь? Ну, надеюсь, что так оно и есть, потому что пути назад уже нет. Новые приемы от дяди Гвина, помнишь? Тренировалась всю неделю. Тогда готовься, время блистать. Отличное начало, но я еще даже не закончил настройку твоей новой дыки. Она немного отличается, от той, к которой ты привыкла. Так что давай устроим небольшую презентацию. Сверху у нас порядок хода. Он динамически подсказывает, кто будет атаковать следующим. И отлично подходит для стратегического планирования предстоящих ходов. Жизненные показатели. Здоровье. Она не должна пуститься до нуля. А данные расходуются при выполнении программных способностей. А тут индикатор статуса. Благодаря ему ты сможешь узнать, что и с кем творится на поле боя. Давай откалибруем эту малышку. Почему бы тебе не выбрать взломать через меню ненадавательному болвану? Без проблем, партнер. Саргумфлекс пережатый, с вами старперы. Это демка игры Jackmove Icebreaker. И это абсолютно классическая gRPG в киберпанк сеттинге, которая полностью стилизована под него. И поэтому обычная так и называется взломать. Выполнить это у нас магия. Кэшировать это защита с аккумуляции хода. Пропатчить это. Использовать предметы из инвентаря и так далее. Ну и соответственно данные это мана. Здоровье это здоровье. Но еще есть ульта. Игра очень классненько стилизована. Мне нравится как она выглядит. И поэтому я решил эту демку показать вам. Хоть пока что я еще не совсем вылечился и мне немножко тяжеловато говорить. И если вдруг я там начну кашлять или слишком активно шмагать носом, я это вырежу, чтобы вас не смущать. Или самому не смущаться. Наверное все же второе. Короче, поехали. Взломаем охранниками на разуме. Здесь пока что ничего особенного. Демочка совсем коротенькая. И большую часть занимает туториал. И туториальнейший опять-таки боссфайт. Как вы видите, статистика, экран статистики боя опять-таки классический gRPG. Получили опыт. Потом, если мы вывлакнемся, покажут, что у нас там увеличилось из статов. Короче, я прям заочно в игру влюбился. С огромным нетерпением жду ее полной версии. Надеюсь, она будет доступна для покупки в нашем регионе. Хотелось бы верить, а то Crying Suns, например, недоступны. И это грусть. Короче, продолжаем. Ну, правде говоря, это было неплохо. Спасибо-спасибо. Я же говорил, что тренировалась. Молодец. Так, пора найти тот сервер. Он должен быть в одном из кабинетов на верхнем этаже. Погнали. Здесь по-интересному сделано. Вот. Вы входите в зону столкновений. Фишка в чем? В gRPG-шках обычно ты либо видишь врагов, сразу на карте ты с ними взаимодействуешь. Но обычно коллижен просто. И начинается бой, где этих врагов может быть много. Хотя там по карте бегал один мог. А здесь сделано через стрит-левел уровень угрозы. То есть ты бегаешь по опасной зоне, накапливается уровень угрозы. Когда он доходит до самого максимума, то может начаться бой. Но может не начаться. Ладненько. Я настроил твою систему выполнения ПО. Программное обеспечение позволяет выполнять более мощные атаки и способности. Выполнение ПО расходует данные. Ну, ману, как я и говорил. Ты можешь посмотреть, сколько данных у тебя осталось вон там. Помнишь? Киберпрограммы, электропрограммы и биопрограммы. Три типа ПО наносящих урон. Разные враги слабы или сильны против разных типов. Эти сосунки слабы против всех. Еще есть куча утилит, которые могут подлечить тебя, повысить защиту, ослабить наносимый врагами урон или помочь узнать больше о противнике. И это только начало. Попробуй выбрать выполнить и кинуть глич на одного из охранников. Колдунство колдуем. Точнее, программы... Программем. Вау, афлопсительно. Именно, ладно, прикончатого придурка, как душе угодно. По крайней мере, в демочке у нас есть небольшой перевес баланса в пользу выполнения программ. Они намного сильнее, наносят намного больше урона. При этом проблем с расходниками, которые устанавливают данные. Ну, ману здесь нет. Ну, вот, например, то он... А, нет, стоп, наврал. Это улучшение. Мини-фильтр-чип мы установим вот сюда. И у нас защиты будет больше от навыков врагов как раз-таки. Опять-таки, это все обычные шмотки, предметы и экипировки, которые всем нам знакомы по GRPG-шкам. Но здесь они все, опять-таки, стилизованы. Как я говорил, не очень хорошо себя чувствую, поэтому я слегка более болтлив, чем обычно. При этом качество болтов не может страдать. Sorry. Смотрите, а, ну сейчас будет, наверное, туториал на кэш, да? Ой, ну а, выглядишь слегка потрепанно. Но не беспокойся, мы это за наносекунду исправим. Одна из крутых особенностей твоей новой деки – система виртуальной памяти. Она позволяет использовать ход, чтобы заменить программное обеспечение во время боя. Так как установка ПО занимает ход, это затем может быть немного рискованно, особенно если способность нужна сразу же. И тут на помощь приходит кэширование. Она позволяет отложить этот ход до следующего раза и запускать защиту под системы на время ожидания. Давай посмотрим, как это работает. Выбери кэширование через меню действий. Короче, кэширование. Я повышаю себе защиту. И видите, у меня сейчас мой ход, два вражеских, мой ход, два вражеских и так далее. Использую кэширование. Повысил защиту. Смотри-ка, теперь защита числится в списке запущенных под систем. Вот, и получаю два хода подряд после хода врага. И это тоже имба на данный момент. Ну, в демке будем использовать. Выбери установить. Короче, устанавливаем. Здесь у нас блоки памяти, доступные ПО. Все у нас занимает. То есть я не могу натыкать тебе кучу навыков магических и использовать их, когда мне душа заблагорассудится. У нас есть ограниченное количество слотов и под них нужно будет подстраиваться. Теперь, когда у нас установлен интровен, мы можем выполнить его и подлутать себя. И вот у нас второе заклинание. Выпахилились. Кэш также может быть отличным стратегическим инструментом, если предстоящий. А так и противник обещает быть особенно мощным. Крутяк, дашь мне теперь разобраться с этими монолузерами. Разумеется, детка, покажи им. Фишка в том, что в демке, опять-таки, кэш не просто может быть полезен. Кэш имба. 30 демиджа я получил через защиту от двоих, в то время как около 50 получал без него, то есть это много. И теперь я могу кинуть два глича подряд. И, соответственно, унести обоих врагов. Еще и кританул на 390. Прекрасно прям. Так, забираем сундучки, пакет данных. Это вот как раз-таки... Как раз-таки восстановление маны. А это восстановление здоровья. Так, информация, которую мы ищем, должна быть в том терминале. Окей, я в аккаунте цели. Отлично, забирай, что нам нужно, и сваливай оттуда. Придержи Троянов, я в процессе. Ничего, ничего, ничего. Погоди, да, он отправлял кучу изображений на этот аккаунт. Ты супер, ну а... Гадость, кто занимается таким, это вообще законно? Что там, хочу посмотреть. Конечно, хочешь, псих. Хорошо, это все доказательства, что нам нужны. Клево, считай, счет за электричество в следующем месяце уже оплачен. Что дальше? Возвращаться тем же путем, что пришла сюда? Нет, похоже, охрана там сейчас в состоянии повышенной готовности. Чересчур повышенной, но берегись. Я сразу скашируюсь. Так, и по два глича, точнее по одному на каждого. До свидания. До свидания. Славная победа, я считаю. Фух, это было близко. Высылаю тебе другой маршрут. Пройди назад и поднимись вверх по лестнице. Вверх по лестнице? Доверься мне. Бегите, у меня квест окей. Так, а, нет, стоп, стоп, не буду ничего тратить. Вот этот автомат восстанавливает все ресурсы мои. Хорошо. Пока что везет. Видите, на меня не нападают. Хотя уже могли быть давно. Так, пакет здоровья. И вон там, видите, за ящиками. Почти добрался. Sorry. Окей, тактика прежняя. Кэшируюсь. Терплю. Уничтожаю. Что-то пошло не так, бляха. Ты что, охуела? Тетка. Ладно, давайте попробуем. Сначала уничтожить. Смотри, твоя школа ДМ заполнилась. Это означает, что ты можешь использовать свою суперособыспособность в джек-мув. Это ульта. Ульта здесь сделана как УТН. Киллер-ватт. Идеально. Я понял, почему я промазывал. Потому что это время туториала именно ульты было. Это было потрясающе. Я будто бы на самом деле была внутри своей деки. Типа одним целым с киберпространством. Ага, эти способности суперкрутые. Думаю, я рассказал тебе все самое основное о твоей деке и киберпространственных боях. Есть еще несколько доступных опций. Но о них ты потом узнаешь. Сама удачи. Спасибо. Немного меня вплюскивает по-прежнему. Ну ничего. Я чувствую себя значительно лучше, чем пару дней назад. Так что... Может быть сегодня... А сегодня понедельник. Даже подрублю. Посмотрим. Твою микросхему. У нас проблемы. Райдер, я в ловушке. Есть план по вытаскиванию меня из задницы? Минутку, подруга. Не уверена, что у меня есть эта минутка. Ну а это босс. Босс, босс, босс. И сейчас мы будем с ним драться. Скэшируюсь сразу. Ну и валим его гличами. Маны у меня дофига. Плюс рано или поздно накопится ульта. Сучонок. Ой, блин, что-то он слишком рано разделся. Когда я в первый раз проходил демку, он довольно долго в одежке оставался, по-моему. Благо он мазил, но я так понимаю, что если он этой херней попадет, то мне виллы. Бля, какого члена, братан? Да что такое? Отлично. Встретились, блядь, два косоглазых. Давай-ка втащим его вот так для начала. А теперь вот так. О-о-о. Ну а ты продолжай мазать, конечно, я не против. Пронесло. Ну что, попадаем? Да ебаный в рот. Это было больно. Скайширую и захилюсь. Ебаного. Так. Пропатчить пакет данных. Надо было хилками и предметами хилиться, чтобы ману не тратить на хил. Так. Ну давай, попади ты. Да что такое? Почему я глячом мажу? Ну, если что, я по нему попадал глячом регулярно при первом прохождении. Не было таких проблем. Так. Ну, сейчас я получу зато два раза по счету. Только один. Окей. Скайшируюсь. И пою зуманом. Который, кстати, не так много-то у меня осталось. Ну, зато почти ульта готова. Интересно, защита стыкается или нет? Сейчас я ультаную и проверим кое-что. Так, держи. На нах, епта. Почти два косаря, крит найс. А, все. Ничего не проверим, а жаль. Так, несколько ловолапчиков у нас. Но, к сожалению, ни на что они уже не повлияют. Прайдер, чувак, есть новости по этому плану. Ну, а ты мне доверяешь? Ненавижу, когда ты меня об этом спрашиваешь. Следующую часть ты возненавидишь еще больше. Я хочу, чтобы ты спрыгнул из крыши. Что? Через три, два, один. Ну, вот и все. Главная героиня разбилась. С вами Булстерпер. Всем счастливо. Ладно, шутка. Такой я шутник. Ну, что ж, это было опасненько. Ты о чем? У нас все было под стопроцентным контролем. Ты права. Конечно же было. Кстати, спасибо за такси. Благодарим она разом. Систему их доставочных дронов так легко взломать, что это практически оскорбительно. Ладно, хакер-гений. И кто теперь выделывается? Просто радуйся, что мы в конечном итоге справились. Это ты захотела пройти через все это? Знаешь, мне понравился этот трюк с дроном. Рискованно, веселый и при этом зависит от удачи. Похоже на то, что мог бы придумать Мин. Осталось только случайно столкнуться с мафией и получить несколько пулевых ранений, чтобы ночка точно запомнилась. Райдер? Я доставлю товар клиенту, отдыхай. Эй, да ладно тебе, перестань, это была шутка. Кроме того, тот парень был неуправляемым, и он отправлял тебе жизнь. Не пора ли... Райдер? Райдер? Черт. Так, держать, ну а... Тогда домой спать полагаю. Направляйтесь домой в постель, но мы еще пойдем поболтаем. Здорово, ну а как она? Да нормально. Знаешь, не стоит играться с дронами. Чрезмерное использование двигателя вредно для окружающей среды. Ты имеешь в виду пропитанную смогом и химической пылью послевоенную окружающую среду? Ты хочешь спасти белых медведей или нет? Минус логика, окей. Здорово, как она? Да сойдет, сойдет. Эй, ну а не ходи туда, там целая куча злых охранников что-то вынюхивают. Хе-хе, ты всегда в огромной заднице. И пребываю там с гордостью. Спасибо, ребят. Ну и все, получается, эта локация ограничена буквально парой NPC. И запертым выходом с нее. Зайти я тоже никуда не могу, вот могу только утонуть этот сундучок. С двумя сотками кредитов, которые мне не на что потратить, к сожалению. Поэтому пойдемте поспим, что ли. Не-не-не-не-не-не, подожди. Дома, к сожалению, тоже ничего поюзать нельзя, кроме вот здесь вот. Intel Journal. Как встретить аватара своей мечты? 10 причин улучшить свою самотосенсорную кору прямо сейчас. Подходят ли вам цифровые отношения? Пройдите тест. Нет. Короче, тут тоже все пусто. Идем спадки. Спасибо за игру. Вот и все. Надеемся, вам понравился этот небольшой отрывок. Jackmove понравился. Добавьте полную игру в список желаемого. Уже сделано. Уже сделано. Надеюсь, не заставит она ждать себя с выходом. Я с удовольствием в нее поиграю. Давно хотелось какую-то JRPG пройти, потому что тысячу лет в них не играл. И я смотрел на возможность перепрохождения Final Fantasy с первой и далее. Но это очень много времени поднимет, которого и так нет. Вот. А Jackmove вряд ли будет игрой на 50 часов. Думаю, там около 10-15. Мне так кажется почему-то. И на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. И огромное спасибо всему культу горячих пирожков на Бусте. В особенности Moonlight Samurai, Axolotl, Алексею Дронову, Джонни Циннику, Владисею и Reals 1. Подписывайтесь на мои каналы, залетайте в мои соцсети. Вступайте в культ, если вам нравится, что я делаю. Все ссылки в закрепе. С вами был Старпер. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok